привет друзья как всегда с вами намку не знаю как правильно назвать это видео наверное что-то типа скрытого пула в общем то сегодня поговорим на тему того как определить с какими игроками вы играете потому что подбор игроков конкретно вашу команду и в команду противников работает не рандомно к сожалению пытался узнать мне было очень интересно как же работает система подбора игроков посмотрел некоторые видео в интернете посмотрел точнее почитал некоторые форумы и сегодня то что я нашел попытаюсь донести до вас и вы также сможете проверить с кем же вам все-таки приходится играть как это сделать расскажу и поделюсь своим мнением как многие из вас знают я постоянно сижу в лоу приоритете мне очень сложно играть так как через каждые 10 игр условные 10 бывает и чаще мне кидает 5 игр лоу приоритета постоянно мне очень трудно играть потому что в моей команде постоянно есть как минимум один человек который явно не играет на этот рейтинг который не нажимает кнопки которые просто ходят видеть которые ну наверное у многих из вас такие люди попадались в команду в то время как команде противников таких людей я наблюдаю крайне редко так вот играя на тех же четырех тысячах я столкнулся с этой проблемой что за меня игру за игрой кидает мусор реальный мусор который не играет на эти даже жалкие 4000 по нынешним меркам в общем то смотря допустим какие-то стримы людей у которых те же 4000 особенно стримы девушек почему сейчас объясню я замечал что игры у них совсем по-другому проходят совсем по-другому у них игры то есть у них тиммейты играют более командно они стараются они делают в принципе то что должны делать и зачастую игры у них выигрышный напротив как у меня зачастую все наоборот я выяснил почему такое происходит смотрите вступление долго я знаю я люблю долго поболтать к сожалению сейчас болею горло но я думаю что более менее меня слышно смотреть подбор игроков скажем так в правую команду и в левую команду проводится не рандомным и с вами это выяснили да сейчас скажу по каким критериям все это происходит смотрите чем больше вы получаете репортов тем с тем с хуже мусором вы будете играть в одной команде именно в одной игре будет команда допустим команда левая где один сплошной мусор команда правая где нормальные игроки в одной игре это не в разных играх именно в одной игре такое будет и шанс выиграть естественно у вас сокращается в разы так вот как же все это работает чем больше вы получаете репортов тем с хуже с худшим мусором вам придется играть это не это не придумано есть официальные как бы заявление кого-то там разработчика доты не знаете по моему психологом психолог по моим писал где-то это что репорта сделан таким образом что типа человеку которого больше всего очень много репортов да человек который получает больше всех репортов он кидается с такими же людьми в одну правую команду человек который получает меньше всего репортов он идет в левую команду играть и все и как бы это сделано специально того чтобы люди как бы были более дружными были командно играли точнее короче делается это для того чтобы люди не были агрессивными как бы не горелись тиммейтов играли лучше командно и доброжелатель так вот смотрите из одного видео раз где парень рассказывал как определить как как посмотреть точнее сколько у тебя репортов на этом аккаунте и твой уровень аккаунта чтобы то есть посмотреть этот уровень аккаунта чтобы определить с кем же ты играешь смотрите какие-то делается надо вести две команды девелопер какой-то там d девелопер 1 я не знаю зачем эта команда нужна последующая вот такая команда dota game аккаунт дебаг 1 все эти команды оставлю под видео в описании вы также сможете проверить ваш аккаунт на эти показатели репортов 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 ну конечно же надо сначала вызвать консоль в доте нажимаем enter и смотрим нас интересует вот эти вот эти две строчки вот и верхняя строчка это показывает сколько всего репортов у вас было за все время существование аккаунта по моему они у меня как-то изменились последнего раза которые когда я проверял не знаю чем связано но они явно поменялись смотрите всего репортов у меня 335 игр на этом аккаунте сейчас я вам продемонстрирую так редактировать матчей 662 матча 662 матча и 335 репортов как вы понимаете да 600 мальчей 300 репорт и следующий нижняя строчка никто особо не знаю за что она как бы отвечает но вроде как говорят что это это показывает уровень твоего аккаунта типы чем выше цифры тем лучше уровень то есть если там по моему максимум 10000 что ли так вот если у тебя примерно там до 7000 точнее от 10 до 7 то у тебя более-менее хороший аккаунт и ты будешь попадаться с более-менее нормальными адекватными игроками но если этот показатель ниже семи то скорее всего за тебя будет кидать мусор неадекватов людей которые не играют на этот рейтинг и вот все 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 вот это к тебе в команду будет скидывать у меня этот показатель видите да эту цифру это грандиозная цифра она даже по моему но она изменилась и гореть показатели поменялись неделю назад и где-то проверял они почему-то как-то стран поменялись каким-то причинам не знаю короче 4570 в общем то я давно это замечал что очень-очень сложно мне играть очень сложно даже на этом маленьком принципе рейтинге 4000 3000 я замечаю что постоянно заменяю ну какой-то мусор кидать ну реально ладно если вы там через игру там как-то чё-то постоянно 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 стоишь там в харде селедкой выносишь больше чем твой кэрри больше чем твой миндер ну ребят и как бы я с этим смирился для меня это было нормально но меня же каждый 10 игр в лп отправляют еще при этом при всем вы понимаете как сложно мне приходится играть это 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 невозможно ребят так вот хотел бы высказать мнение по этому поводу они конечно молодцы они пытаются сделать аудиторию доты более так скажем лояльный другу другу чтобы люди после проигрыша там не горели и так далее но во первых это не работает это не работает абсолютно почему я сейчас объясню в рейтинге слишком много людей которые не играют на этот уровень на этом уровне на этот рейтинг как угодно по разным причинам это покупка аккаунта калибровка там друг дал погонять аккаунт не знаю буст и всякая всякая подобная чушь слишком много мусора его реально слишком много люди половина людей которые играют на там четырех допустим тысячах они не играют на этот рейтинг и понимаете валв делает так если человек горит постоянно орет на тиммейтов там оскорбляет что-то там еще делает да они его запирают в банах бесконечных лоу приоритетах и пытаются не выпускать его оттуда как я уже говорил я каждый 10 точных игр иду отыгрывать лоу приоритет они все делают максимально чтобы агрессивные люди такие как я потому что я не молчу когда человек делает укровенную хуйню я говорю чувак и ну как бы рассказываю ему всю правду о нем да говорю что он из себя представляет мысль улетела что хотел сказать короче таких людей которые горят валв пытается постоянно запирать лоу приоритетах чтобы они не играли в рейтинг но они забывают о другом факторе они конечно молодцы они это делают да в принципе это бы работал конечно же это правильно я бы был более адекватным если бы ни одно но если бы ни одно но они никак не противодействует тому что люди играют не на своем рейтинге люди покупают аккаунты заказывают boost калибруют аккаунты они в итоге конечно же сливают этот рейтинг но с этим рейтингом многие за игроки которые заслужили победу во всех тех матчах которые они проиграли с этими забыщенными людьми они также теряют этот рейтинг и они горят я горю я один из них я горю и меня отправляют в лоу приоритет понимаете весь этот маразм маразм ситуации валв никак не заботится о том чтобы люди не люди все люди играли на своем рейтинге чтобы не прыгали выше головы чтобы не покупали аккаунты не бустили они вообще никак они они да они увеличивали там чтобы до калибровки надо было там побольше поиграть матчей чтобы уровень на аккаунте был выше и так далее но блять это не работает это не работает вообще они ничего не делали для того чтобы все это как то исправить чтобы если поймите они зашли не они как бы вот есть вперед а есть зад да вот если вот брать всю ситуацию можно исправлять ее спереди но они зашли сзади они зашли вообще не с той стороны они как бы если бы они начали делать то что люди бы там не знаю аккаунты привязывать допустим железу не знаю это наверное сложно сделать но я думаю что это все возможно и они никак бы не передавались другим лицам которые бы бустили продавали аккаунты и так далее то мусора стало гораздо бы меньше его практически бы не стало понимаете понимаете и из всего из этого вся аудитория игроков комьюнити да доты оно стало более адекватнее никто бы не горел да конечно же кто то бы подгорал ну допустим смотрите сейчас на данный момент 50 адекватных игроков которые там практически не горят редко 50 процентов неадекватов которые постоянно орут горят и так далее если бы они сделали вот это да там привязали аккаунты к железу то эти 50 процентов сократились бы в разы их стало ну процентов 20 то есть 80 процентов стало бы адекватных 20 процентов также бы остались неадекватных и возможно я бы тоже там остался но не знаю как бы я бы наверное все равно горел но тем не менее тем не менее они они не делают этого им насрать они делают какую-то хуйню вечно и меня это сильно раздражает ребят не знаю напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу напишите свои результаты своих аккаунтов сколько у вас репортов на вашем аккаунте давайте так вы проверьте свои аккаунты напишите сколько общее количество сыгранных игр и количество аккаунтов ой репортов ну и вторую строчку в принципе тоже пишите интересно я хочу посмотреть какие у вас показатели не знаю может быть у вас такие же как у меня может быть у вас все хорошо мне просто чисто интересно и думаю вам тоже будет интересно посмотреть что и как у других все на этом все ребят всем спасибо за просмотр с вами был нам ком так же пишите в комментариях что вы думаете вообще по этому поводу по моему это какой-то пиздец я категорически не согласен с этим я считаю что политику Valve надо менять и если они ничего не поменяют то дота загнется она реально загнется они делают полную хуйню через пару лет к доте уже не будет особого интереса и выйдет что-то другое и короче все хуево ребят все ребят пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok